Качественная продукция по доступной цене. Новая экономическая политика страны внесла свои коррективы в работу предприятия региона. Тем не менее, большинство компаний продолжают работать стабильно и цены на товары повышать не намерены. В их числе и товарищество Казмясопродукт. В магазине побывала наша съемочная группа. В месяц в цехах товарищество Казмясопродукт производит около ста тонн продукции и реализует товар пока в Казахстане. Только в Петропавловске открыто более 10 точек сбыта. В 20-м микрорайоне фирменный магазин компании Казмясопродукт работает без выходных. Ежедневно горожанам здесь предлагают качественную продукцию по доступным ценам. Только колбасных изделий на прилавках порядка 140 видов. Особым спросом пользуется молочная, любительская, докторская, эстонская и говяжья колбасы. Быстро раскупают петропавловцы и деликатесы. Обслуживают клиентов пятеро продавцов. Цены доступные. Новая экономическая политика страны на стоимость товара не повлияла. На сегодняшний день ситуация, конечно, серьезная. Но, тем не менее, мы стараемся, не падаем духом. Цены поднимать на продукцию мы не собираемся. Что в отличие от наших поставщиков, потому что у нас специи все, производства Германии, Польши, Австы. Естественно, цены сразу возросли. Но мы все-таки цены не будем поднимать на сегодняшний день, потому что продукция у нас известная, широкопокупаемая. Мы заботимся о своих покупателях. Канадбек-жакетов в магазине постоянный клиент. Чаще всего берет мясо и колбасы. Говорит, устраивает и цена, и качество. Выбор здесь очень хороший. Здесь постоянно свежее мясо поступает. Я здесь сам замечал неоднократно. Здесь цены приемлемые. Предприятие работает стабильно. В цехах завода трудится порядка ста человек. Сокращение рабочих мест у нас не предвидится. Наоборот, будет расширение. В связи с покупкой нового оборудования полностью обновили всю линейку производственную. Будем приглашать к себе специалистов. Будем расширяться. Сырье в товариществе КАЗ «Мясопродукт» используют местные. На днях сотрудники компании отправятся в Австрию на очередной обучающий семинар. Ирина Панфилова, Владимир Боровков. Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok